всем привет с вами герман и мы продолжаем с вами играть the long dark и как бы я хотел уйти из этого дома как можно раньше но получилось так что погода испортилась и мне пришлось проспать до вечера но тем не менее я как бы проспал сейчас у нас ветер и температура минус 6 вот в принципе идет снег это значит что не так уж все у нас сейчас и плохо должно быть ночью ненавижу выходить на улице но похоже придется выйти будем теперь ходить с ружьем вот даже я был бы не против если бы нам удалось его протестировать сколько раз зарекался не выходить на улицу ночью потому что как бы я постоянно теряюсь вот из этого не ничего хорошего не выходит но почему-то сейчас мне хочется выйти наверное потому что сейчас идет снег вот такая погода у нас нам еще не встречалась похоже ветер усиливается да такая погода нам еще не встречалась это прикольно это прикольно заодно посмотрим немножко на новые погодные условия наш персонаж немного замерзает на это не страшно потому что в любой момент мы можем развести костер я надеюсь и благополучно согреться нам нужно покинуть это место кстати вот что я заметил шифти не шифти а как бы наш главный персонаж ружьем особо быстрее не бегает а еще я хочу проверить если я вот убрал наш ружье наш опять ему не достается к сожалению насчет световых приборов у меня есть фонарик который батарея села видишь батарея не работает но вдруг сейчас погода улучшится сейчас опять выбегут эти неадекватные волки и мне придется как-то их отпугивать я надеюсь что это произойдет потому что ну как бы реально какие-то приколюхи случаются в этой игре иногда время от времени да и хотелось бы вот сейчас испробовать реально ружье и испробовать вот этот фонарик который активируется при северном сиянии иду интуитивно в принципе дорогу то я уже помню надеюсь что не потеряюсь теперь мне уже точно нужно идти к джереми к этому деду вот тут уже куда идти алё помогите что я опять потерялся что ли или что вроде же нормально шли не не говорите мне что я где-то не там иду опять нет все в порядке или там где нужно фонарик фонарик стоит ли мне сейчас мой вот такой фонарик доставать я не могу сейчас его зажечь потому что у меня нет горючего давайте посмотрим что у меня сейчас по горючим у меня а слушай мне 5 литров давай заправим давай заправим фигня 5 литров хорошо давай зажигаем его все можем идти можем идти спокойненько идем надеюсь что никого не встретим на пути никаких разбойников вообще планирую пройти спокойно всю ночь нигде особо не останавливаться посмотрим что у меня выйдет из этого вот конечно ну я вангую что ничего хорошего из этого не будет вот но все же есть вероятность того что я не встречу на своем пути никаких радиоактивных волков зеленой шерсти у меня не будет вот этого северного сияния вот всю ночь будет идти снежок лёгкий не такой который сейчас а вот я надеюсь что он как-то затихнет немножко ветер и снег будет идти намного более медленно будет приятно атмосфера зимы все дела так похоже я куда-то вышел да нет ночью иду опять опять путаюсь опять путаюсь опять теряюсь где-то непонятно где хотя сколько раз зарекался что не буду больше ходить ночью потому что это опасно но как видим меня жизнь ничего не учит и я не особо сейчас представляю в ту ли я сторону иду или нет но я очень сильно надеюсь что я сейчас встречу знакомые места вижу и по моему да по моему да я уже вижу куда идти вдалеке вот это вот как называется ремонтная мастерская находится и все у нас хорошо у нас хорошо относительно потому что были на как пройти поэтому по сугробам подниматься ну давай попробуем по сугробам подняться надеюсь что у меня получится спрыгнуть пожалуйста говоришь ты тут застрелишь ага вот участка аккуратненько спустимся по камням главное ноги не переломать а дальше уже дорога будет намного легче потому что идут железные дорожные пути и где жизнь дорожные пути у нас так а вот все я вышел теперь мне нужно идти наверх и там уже будут наверху у нас железнодорожные пути что по погоде по погоде у нас минус 9 по ощущениям и замерзаем намного сильнее чем в начале пути но это неудивительно потому что как бы ночь наступает температура падает погодные условия у нас не особо хорошие но мы чапы мы чапаем дальше именно потому что у нас лежит наш новый знакомый наш новый товарищ при смерти ему нужно починить ружье мы это сделали сейчас мы к нему прибежим спасем его я надеюсь выздороветь и дальше у нас пойдет сюжет этот автомобиль по моему я лутала может и не лутал честно не помню но мне сейчас вообще все равно халубежу олененок бегает вдалеке мне нужно идти туда просто по этим путям до того момента как закончится закончится пути и то моменты как я дойду до обвала а после обвала мне нужно будет как там опять пройти блин слушайте я точно потеряюсь опять я не понимаю вот неужели так сложно ночь переночевать в тепле в уюте чему мне обязательно нужно куда-то блин идти почему мне вопрос я вижу локомотив который я уже встречал на своем пути это не может так олень я думаю что это бежит волк на самом деле я даже не успею вытащить ружье если на меня побежит волк потому что темнота потому что темнота и тут нифига не разберешь локомотиве я по моему был скорее всего поэтому останавливаться мы тут не будем хотя место хорошее видите тут снег медленно идет как бы ветерок слушай по моему по моему погода улучшилась погода так погода минус 4 до погода стала улучшаться идет медленный снег такой приятный это меня радует идем дальше пока обвал не вижу наш новый знакомый джереми говорил что тут примерно день пути не знаю так ли это на самом деле но по-моему я шел меньше дня сюда вот учитывая то что я ночевал оставался на ночлег в пещере ну как не на ночлег она такой перед их небольшой конечно ночлегом полноценным это назвать нельзя но какой-то перед их я для себя сделал мне интересно я вот вижу как скарабкался олень по этой горе да поэтому оболзнем могу ли я также сделать или мне придется опять обходить было бы неплохо если бы я вот тут мог за залезть мне не пришлось бы обходить по оврагам по всяким ой-ой-ой-ой-ой-ой так близко олененок слушайте меня так напугал он добежал до сюда и благополучно развернулся вижу железнодорожные пути спускаемся аккуратненько тут не высоко благо можно ногу не сломать все не сломали ногу и хорошо снег все медленнее медленнее падает у нас уже видна луна это очень круто опять все такое становится синенькая вот как меня встретила это место так она меня и провожает можно даже выключить фонарь до намного атмосфер не так становится я хотя бы вижу что находится сейчас далеке как меня встретила это место так она меня и собственно провожает вот такими вот синими ночами очень красивыми и ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой слушай меня мурашки по телу просто от того что сейчас у нас небо желтеет и подожди фонарик может быть вспышка нет вспышки не было хорошо небо сейчас пожелтело и опять стало синим не знаю чем это связано возможно но опять будет какой-то северное сияние а возможно и нет но фонарик я взял на всякий случай если что он загорится ярким пламенем и мы сможем отпугивать животных а то есть волков медведей всякую прочую дичь которая может на меня напасть и причине какой-либо вред итак покидаем этот район все красиво даже не хочется отсюда уходить хотя если перейду через этот тоннель как бы у меня в неужели ты устал блин ты устал слушай мы только что поспали с тобой мы вышли из-за того домика сектантов к ты уже устал идти ну ладно тебя можно понять у тебя сейчас перевес но спать сейчас я тебе хочу как бы немного горчить сейчас негде спать покиньте железную дорогу загадочного озера до свидания железная дорога здравствуй топь болотная топель как она там называется название нам сейчас покажет я надеюсь это локация одинокая топь одинокая топь тут у нас тоже все очень красиво очень такая тихая ночь сейчас по температуре все должно быть ну просто шикарно хотя минус 9 показывает и мы замерзаем и довольно быстро замерзаем но несмотря на это все я думаю что нам хватит времени добраться до дома и все у нас будет хорошо главное не встретить волка и как бы с ним не не драться не вступать ни в какие перепалки хотя у меня есть шанс сейчас как бы достать ружье и уже ничего не бояться если я увижу волка я просто в него выстрелю и он умрет будем истреблять волков будем истреблять вот всеми силами всеми средствами которые у нас есть она нас кого предупредили что ружье это такая вещь которую просто так не достают и она право налево ей не пользуются не стреляют потому что ружье как я понял в этой игре это вам не как в кс гоу там тут все-таки ружье металлолом не нафиг не нужен ружье на не рассчитано на такую долгую продолжительную стрельбу и от одного выстрела на может нафиг сломаться и потом где учинить хрен его знает поэтому ружье бля блять блять стойте мне опять мурашки что я такой почему я всего боюсь а вы же видите что сейчас происходит увидите кто это я не могу понять он идет на меня или вот нет он идет от меня благо сейчас ветер дует как бы ему в спину и нет у меня четыре опа братан для как целиться целиться подойди поближе я же тебя щас бахнула все пизда мне бля 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 сидел чител сидел что делать или зависит все у меня зависит я поздравляю я сдох я не выстрел два раза на это не помогло может меня спасет чудо но я думаю что в этой гре чудо не не произойдет и не разрывает так себе конец игры болезнь потери крови риск сражения но это абсолютно неважно потому что меня замерз медведь как я понял что я живой я живой ребята я живой так должно быть по сюжету мишка уходит мишку нихуя себе у него лапы бля 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 слышишь ты гандоню убедился иди сюда бля я тебя чего где мой ружье сучка ладно пиздули отсюда у меня пропало ружье может мне выпало а то что у меня выпало из рук слышь не план я как бы с тобой не закончил делятся для 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 шикарно просто шикарно мне нравится меня имеет медведь почему мне не загрызть первого раза я думаю что сейчас мне точно будет конец прощай жизнь какая-то плохая музыка заиграла наверное все я живой блять я опять живой слушай ребята я такой же лучи я пережил две атаки медведя я выстрелил в него два раза но ему вообще бля бля филис филис сознанием так единственное что я могу сейчас предложить 7 вы умерли от потери крови ничего не могу себе предложить все очень плохо игра закончилась давай автосохранение две минуты назад а так все хорошо было медведя больно смотри я прям вот я не могу не выстрелить и не могу не выстрелить второй раз и первое нападение мне как бы не удалось отравить хотя я в него бахнул одной пулькой прямо в голову прямо в голову хорошо я надеюсь что это как бы на сохранение после первого нападения было и теперь я я жив жив ребята скажите что я жив что у меня все хорошо да я жив что мне с ним делать с этим мишкой как бы мы уже поняли что у него намерение серьезные очень даже серьезно опа предъявлялся слишком много крови флисовые варежки мне показалось что у меня что у меня сейчас разрыв легкого был на самом деле у меня флисовые варежки запах что запах шума блять запах понятно давай лечись бандажом и опции ножи повязку конечно накладывает повязочку вылечена потеря крови уже хорошо дальше что мне нужно антисептик вкус медведя конечно применяем антисептик медведь ушел куда-то там по своим делам не пиздец вы просто посмотрите на его лапы просто смотрите давайте мой след сравним да и его на этот очевидно что у него как бы побольше ему слушай пошел нахуй пошел нахуй я я я не хочу с тобой ссориться я думаю что ты это понял с первого раза ты не понял давай пожалуйста его же ведь и сигнальная ракета нет где он где он вон он бежит блять его же и сигнальная ракета не опугнет правильно да что по здоровью пацаны по здоровью все хуё вам вон он бродит этот великан но я предполагаю что по сюжету я его сейчас не могу убить мне очень холодно у нас сейчас ночь полночь блять тем более все очень плохо здоровье нету и единственное что я сейчас могу себе предложить это добежать до добежать до тех вагончиков и там заночевать но если я там заночу меня опять догонит этот самый медведь понимаете что тут как бы непонятно и к тому же у меня скоро усталость закончится и я начну потихоньку умирать блять вот не было же тебя как хорошо без тебя было а я уже понадеялся что у меня есть ружье я теперь дам отпор этому медведю но нет видимо все таки по сюжету мне его сейчас пока что ранова на убивать и как бы вот я в него выстрелил он даже никак на это не отреагировал и что с этим делать вообще непонятно нужно бежать нужно бежать но тут дилемма вот он как бы там идет он меня чует он меня чует по любому у меня усталость у меня нету кофе которое могло восполнить бы эту усталость и скоро я начну падать в обморок от усталости мне по любому придется переночевать а если я буду ночевать меня настигнет этот ссанный медведь если он меня настигнет он опять мне даст пизды а мне этого не нужно я его не вижу и слава богу у меня усталость мне бы дойти до того домика я могу конечно одно очень действенное средство попробовать как бы колоть себе шприц с всякими там витаминами с всякими стимуляторами и спокойно добежать возможно хотя нет у меня наверное не хватит его действия чтобы добежать до дома в жереме до безопасной зоны поэтому придется ночевать в вагончике вот так тебе ночью выходить на улицу на Аляске сразу медведь загрызет как он меня еще оставил в покое я вообще не представляю болезнь риск обморожения это не страшно потому что мы уже доходим до точки до точки то мы дошли как я понимаю да это те наверное вагончики которые я могу залезть и переночевать но мне сейчас нужны веточки чтобы хотя бы чуть-чуть отогреться потому что погода опять ухудшилась очень сильно и что с этим делать так я вижу уже какое-то полено или что-то такое по-моему это опа дров и дрова так согреться да сейчас мы согреемся братишка не переживай мы с тобой все сейчас намутим главное что мы взяли дровишки и можем сейчас туда залезть вот этот вагончик благо тут есть бронзбой да есть есть какой-то там скреп метал уголек уголек вот все я теперь беру бронзбой 75% шансов на успех мы разжигаем огонь 75% горючее не будем использовать потому что горючее только в крайних случаях давай давай только не тухну если ты потухни что мне придется как бы горючее использовать это понятно половинка есть давай 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 75% уже почти все три четверти пути пройдено как говорится и момент истины сможем ли мы есть мы разожгли мы добавляем топливо на два часа на два часа добавить а 22 минуты до добавления угля спальный мешок 86% кондишен давайте посмотрим какого кондишен наш спальный мешок по-моему 40 да тогда давай вот тут постелим возьмем этот спальный мешок потому что он лучшей кондиции положим его рядом с бронзбойтом кстати тут еще уголек будем сейчас поспим час потом подкинем угля далее благополучно переночуем немного восполнится у нас здоровье добавить топлива два часа три часа четыре часа мы можем спать давайте три часа поспим и потом у нас останется уже там ну что-то тлеть будет догорать и на углях я смогу приготовить себе чашечку горячего кофе которое даст мне во-первых бодрости во-вторых банка кофе готовить во-вторых я смогу что угодно сейчас бы выпил сейчас выпьем сейчас выпьем не переживай можно даже еще эту чашечку кофе потому что пить я хочу очень сильно восполнится у нас тепло восполнится жажда и все у нас я надеюсь что будет чики-пуки раз усталость снизилась усталость снизится сейчас опять и у нас откуда-то третья чашка кофе но она наверное холодно а это травяной чай она холодная вот еще и горяченькая выпили кофейку чувствуем себя хорошо и давайте блин еще 38 минут 72 градуса по ощущению 46 градусов господи как я тут это не сгорел еще давай еще спать час будем чем больше я сплю тем лучше догорела да догорела я замерзаю у нас утро бонус тепловой кровати по ощущению конечно не очень хорошо берем вот этот вот спайльный мешок наш новый по здоровью у нас чуть-чуть восполнилось не знаю где медведь блять и я знать не хочу я лучше побегу все я могу бежать у меня все теперь намного лучше а кстати что у меня по одежде ну конечно растрепано что-то блять минус 21 вы издеваетесь на улице минус 21 утро давай солнышко пригревай быстрее пожалуйста меня пригревай я не хочу тут умереть от холода проблема только в том что нет хорошо что сейчас хотя бы ветра нет проблема в том что я не смогу согреться пока буду бежать до этого старика здоровье ну ладно ладно все будет хорошо я добегу у меня есть стимуляторы на крайний случай вот поэтому у нас должно получиться тем более я уже вижу конец локации вот по крайней мере мне так кажется что я добегу медведя я не вижу но у нас опять прошло сохранение вот это вот справа надеюсь не мишка прилег полежать отдохнуть нет наверное не мишка сзади я не вижу мишку плохая видимость туман хотя какой туман как минус 21 градус по ощущению температуру можно минус 23 в леоне ветра минус 6 хотя как вы видите если ветра сейчас нет идем идем нам останавливаться нельзя вообще умереть от холода я тут вообще не хочу поэтому мы придем скорее бы вернуться к деду у него бесконечная печка у которой можно отогреться приготовить себе кофейку выспаться поправить здоровье покушать его фасоли поговорить с ним я как бы уже соскучился по нему я не знал что я скажу это но реально я уже хочу к этому деду поскорее потому что этот медведь это просто машина для убийств которую я не смогу в одиночку завалить давай давай быстрее 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 погоним я уже хочу отсюда убраться поскорее пожалуйста давайте все до свидания это локация я надеюсь что я сюда больше не приду потому что вот так вот бродить по железнодорожным путям не комильфо но скажу честно ладно согласен было интересно было интересно вот в плане того что я и ружбайку нашел и с волками по воевал немножко да и успел потеряться вот и еще одна ночь я пережил ночь температура минус 22 холоднее становится мне от этого не легче волк остался на одинокой топе я надеюсь я очень сильно на это надеюсь еще мне интересно неужели вот реально те пули в которые которые я в него выпустил не нанесли ему никакого ущерба ведь я довольно хорошо в него стрелял по-моему я и я в голову целился не знаю попал я или нет механики стрельбы в этой игре ну как бы мне еще не удавалось опробовать вот но вроде как я ему даже в голову попал ему пофиг но у него толстая шкура наверное я не знаю а еще у меня вопрос почему этот медведь не в спячке блять вот сейчас вот только что возник ведь медведи они как бы должны быть спячки что-то его разбудило явно и это мне не нравится возможно это вот эти вот северные сияния которые сейчас происходят но это уже мои предположения они могли его разбудить еще мне вопрос куда мне идти я иду вдоль ну в принципе если я пойду вдоль этого холмика я в любом случае выйду к деду и все у меня будет хорошо последняя стоянка макса уже скоро появится да должна появиться домик лесника я никак не не обойду потому что там у нас на краю карты находится ага ворона кружится это значит последняя стоянка макса риск обморожения опять таки у нас это не страшно это не страшно хотя почему риск обморожения если у меня еще по температуре тело все более менее нормально почему обморожение вот сейчас я немного не понял если я даже не замерз дедушка я иду я надеюсь что ты еще живой и ты там топишь печку потому что не хотелось бы прийти в холодный дом к холодным ногам мне есть что тебе рассказать о чем поговорить это явно я столько всего пережил ты не представляешь я успел два раза наложить в штаны потеряться опробовать ружье не знаю наткнуться на тайник лесных сектантов или я не знаю кто это такие как бы у меня прям вот очень много есть чем с тобой я могу поделиться поскорее бы к нему слушай а мне вопрос почему печка не топится может быть он уже у нас это самое откинулся блять вот не дай бог он откинется сука я же один этого медведя не завалю почему дым из трубы не идет я надеюсь что это просто разработчики накосячили на самом деле я сейчас зайду а там этот дедок лежит сказал блять да мне нормально мужик спасибо за медикаменты и все такое надеюсь что я не пришел к холодным ногам а живой старый старик выглядит ужасно маккейнзи конечно блять ужасно на меня ёбаный медведь напал мне нравится как ты здесь все устроил смотри ты дизайнер интерьеров пожинил ружье блять ты чё за хуйня подожди подожди а почему у него уже ружье есть мне что два ружья ладно мне вопрос а зачем нам как бы отправлял чинить ружье и говорю что без ружья мне не выжим если у него блять второе есть или я что-то пропустил я дурак так ой по те же ружье выручит трудные минуты но твоя жизнь зависит от твоих знаний окей давай какие знания прямо сейчас ты не знаешь ничего ну это понятно конечно что ты предлагаешь аудиоучебники ум не гулять нет я предлагаю учредить школу выживания джереми количество студентов один давай посмотрим доживешь ли ты выпускного давай получимся у тебя уму разума старик сурвайвл лессонс давайте уже с этими сурвайвл лессонсами немного попозже вот а сейчас мы закончим эту серию и продолжим следующей серии незамедлительно вот я вижу этот дедок уже поправился банк с фасолью 4 баночки конечно не особо да мне кажется он зиму бы не пережил да с такими запасами ну ладно это уже как бы мои домыслы на этом стоит закончить с вами был герман всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал всем удачи всем пока